Итак, Маша Захарова. Маша Захарова как-то очень обиделась на Илью Легостаева, когда он причислил ее к золотой молодежи. Это так образно, вы сказали, обиделась. Ну, вы как-то вскинули, что вы ни разу не золотая молодежь. Во времена, во всяком случае, моей молодости, а ближе к вашим родителям по возрасту, любой человек, который учился МГИМО, он априори принадлежал к этой страте золотой молодежи. Вы считаете, что это какая-то есть негативная коннотация вообще в этом определении? Да, ну конечно, да. К сожалению, за последние десятилетия, это не вопрос сегодняшнего дня, это именно десятилетий, мне кажется, это еще началось... Да, вот когда это началось, кстати. Да, мне кажется, вот это негативный смысл, который закладывается в понятии золотой молодежи, я с этим выросла. То есть всегда, когда я была и маленькая в школе, и в институте, в этом был какой-то, знаете, такой элемент такой, ну и наследственно, и насмешливости. Но вы себя не подчисляли, будучи дочерью дипломата? Нет, когда говорили о золотой молодежи, не говорили о элите, там, или особо одаренных детях, или о детях, у которых особо... Говорили о детях, у которых было то, чего не было у других детей, скажем. Мне кажется, что даже не в этом суть было это выражение, это дети, у которых были огромные возможности, которыми они распоряжались совершенно без какого-либо смысла, здравого смысла и так далее. Вот, мне кажется, какое было значение у этого понятия, у этого словосочетания. Вот, я выросла именно вот в этом понимании, когда люди, ну, правильно, золотая молодежь, люди, которые прожигают время, несмотря на свои колоссальные возможности, которые можно было бы применить, и дай такие же возможности другому ребенку, другому студенту, другому председателю молодежи, все было бы совершенно по-другому. Вот мне казалось в этом словосочетании именно этот смысл. Ну, разве МГИМО вашей альмаматор не является, собственно, гнездом этой самой молодежи? Смотрите, вот как только какое-то сообщение про стритрейсера появляется, или про каких-то, ну, мажоров, которые попадают в самые разные ситуации, в семидесяти случаях из ТА выясняется, что это либо студент МГИМО, либо выпускник МГИМО. Ну, если причислять автомобиль моего папы, копейка, Жигули, стритрейсеровским атрибутом, то, конечно, да. Вы уходите от моего вопроса. Нет, я вообще никуда не ухожу, сижу с вами и продолжаем беседовать. Ну, я точно к этому не принадлежу, потому что никаких возможностей вообще не было. Были антивозможности. То, что я поступила, это было большое чудо. Потому что мы уезжали из страны, которая называлась Советский Союз, а приехали в страну после командировки моего отца, который называлась Российская Федерация. Поэтому ни одного документа, который можно было бы сдать в приемную комиссию, у нас просто не было. Начиная там от прописки моего паспорта, справок из соответствующих поликлиник. Тогда у меня не было ничего. Обнулились деньги. Все накопления, которые были у моих родителей, они просто обнулились. Мы приехали и пошли, купили на них там хлеб, еду на один раз и все. И когда мне рассказывают про золотую молодежь, я помню папины Жигули салатового цвета, которые достались ему еще от его отца. Как мы вот с шиком подъезжаем к приемной комиссии. Причем там уже не закрывалась ни одна кнопка, ни одна дверь. Ну какая золотая молодежь. А на чем вы сейчас ездите? У вас служебная машина? Служебный автомобиль Toyota Camry отечественной сборки. А у мужа? У мужа Toyota Camry отечественной сборки. Почему не китайские машины? Не знаю почему. Вот два отечественные машины отечественной сборки. Одна. Вторая Toyota. Понятно. Не отечественные сборки. На ней уже не ездим, она просто стоит старенькая. Мальчиков упомянули. Сразу как-то вопросы насчет школьных романов. Вот они были, помните. Школьные романы? Да, но были увлечения в школе какие-то. А что так поздно-то? Почему не с детского сада начать? Не, ну а что? Первые сильные чувства посетили меня там. В детском саду? Расскажите. Я не очень хорошо помню все обстоятельства, но помню, что какой-то такой был эмоциональный подъем. Да, было дело в детском саду. В детском саду? Да. А у вас есть какой-то типаж мужской? Ну то есть, я не знаю, коренастые блондины или рослые? Расскажите. Сочетание умного и доброго человека – это мой основной типаж. А то есть внешне? Внешне никаких? Нет, ну всегда приятно, когда человек занимается собой, в том числе и внешне. Но это точно не фактор, который определяет мое внимание к человеку. Вот сочетание человека умного – это понятие всеобъемлющее. Это не вопрос только образования или только интеллекта, или только эрудиции. Это вопрос действительно настоящего ума, который потом со временем приходит в какую-то мудрость. Для ума и доброты, вот действительно какого-то доброго какого-то начала, для меня это какая-то завораживающая вещь. Когда все возможности, которые есть у человека, интеллектуальные, вообще все возможности, они еще вот в этой доброй ауре, в доброй оболочке и нацелены на добро и позитив, я считаю, что просто ничего нет сексуальнее. Ваш непосредственный начальник министра отвечает этим данным? У нас многие люди в министерстве отвечают этим данным, и мне в этом смысле очень повезло. У меня были, кстати говоря, вы абсолютно правы, Возможно, вот этот образ, так сказать, идеал, он был задан в том числе и на работе, потому что мне повезло, у меня начальники были именно такими. В одном из интервью вы рассказывали, что во время вашей работы в Нью-Йорке, да, вы работали в Америке? Муж, то есть будущий муж ваш, ухажер, поклонник приехал. Вам и вы сочетались с браком в Америке? Да. У меня возник вопрос, это был какой-то институт американский или это в посольстве? Как вообще вот эти технические дела решаются? Вот человек работает в Нью-Йорке. Да, эта история была, наделала много шуму. Ну, после слива фотографий. Да, недобросовестные наши блогеры, которые пытались найти в этом сенсацию, начали говорить о том, что я тайно вышла замуж в Америке. Бред просто невозможный. Нет, ну технически это как было? Технически это было. Мы познакомились в Москве, потом я решил работать в Нью-Йорке, но, видимо, чувства оказались настолько сильными, что мой муж приехал в Штаты. То есть у него сильнее оказались, потому что он приехал, а не вы в Москву вернулись. Ну, вообще я считаю, что, наверное, действительно мужчина должен быть более наступательным, чем женщина. Я в этом абсолютно уверена, это точно. Не европейский тренд? А я, кстати говоря, не знаю. Как Улицкая сказала, мы на 150 лет отстаем от Европы. Ну, вы знаете, если взять, например, британскую литературу, классическую, то мне кажется, что женщины никогда не были наступательными. Возможно, я чего-то недочитала. Все современа меняются. Если опять же взять... Поэтому, что вы подразумеваете по словам, так сказать, западная цивилизация? Вот классическая литература 18-19 до 20 века предполагали, что все-таки в женщине есть какие-то особенные... От литературы опять... Значит, как это было? Вот где вы расписались? Это было... Мы, да, расписались в российском консульстве. То есть там есть специальные... Конечно, да. Для людей, которые являются российскими гражданами, выдали свидетельство о браке. Никуда не ставили печать, кроме... Я не помню, свидетельство о браке есть печать или нет, но выдали свидетельство о браке. А учитывая, что паспорта, по которому я жила в длительной командировке, и так бывает со всеми дипломатами, им выдают дипломатический паспорт... Они по-прежнему синие? Нет, они по-прежнему зеленые, слава богу. А зеленые, да. Синие — это служебные паспорта, это инженеры и так далее. И красный вообще гражданский. Поэтому в зеленый паспорт печать о вступлении брака отметкой не ставится. Подается свидетельство о браке. Вот с этим свидетельством о браке мы разъехались опять каждый к себе. И летали друг к другу. Была какая-то вот такая возможность. Вот это так и было. По Америке скучаете? Да, но он российский гражданин. То есть тоже там была какая-то информация... Да, да, он российский гражданин. Не просто российский гражданин. Человек, который живет в России и гражданином является Россией. Но просто так получилось, что когда я уехала в длительную командировку, вот чувства нахлынули, мы их оформили. Вопрос про Америку. Америка очень комфортная страна для жизни. Вы ностальгируете по бытовым факторам? Знаете, россияне агрессивные и вот Америка комфортная. Это все для этого очень индивидуальное восприятие. Я не скрывала этого и готова вам сейчас повторить, что когда я работала в Штатах, я в том числе занималась и информационными вопросами, и пиаром, и взаимодействовала со многим количеством людей. И с пиарщиками, и с компаниями, и так далее. И, помимо всего прочего, самое главное, это я работала в посредстве при ООН. Соответственно, это международная организация. Поэтому к концу командировки у меня было несколько предложений. И возможность перейти в Организацию Объединенных Наций. То есть остаться в обзоре? Да, и работать. Меня приглашала и пиарская компания, которая занималась в том числе и российским сегментом. Я на это все дело посмотрела. И поняла, что мне это не интересно. Но мне интересно было другое. Я работая в ООН, ну, посредстве при ООН, но практически ежедневно находясь в секретариате организации, видя, как работают ООНовцы, как работает Международный информационный корпус, журналистское сообщество международное, я поняла, что есть что-то, что я могу применить в России. И это было бы крайне интересно и крайне важно. Особенно это было, конечно, в 2008 году грузино-юго-осетинский кризис. И вот эта такая мощнейшая информационная компания антироссийская, я поняла, что это то самое время, когда все, что я там увидела, и чего-то еще у нас из этого не применяется в активе, это было так важно и так нужно использовать в России. И меня настолько это подстегнуло, что я просто считала дни, когда я приеду в Москву, и у меня появится возможность все это начать здесь реализовывать. Вот, собственно говоря, что и начало происходить. Наверное, не сразу, но постепенно. То есть вы хотели работать по этому профилю? Да, очень. То есть я где-то слышал, что вы хотели все-таки как китаист? Это было в самом начале, когда я закончила институт, и я была действительно дипломированным китаистом. журналистом, специалистом по китаю, китайскому языку. Я понял, да. И мне очень хотелось работать именно на этом направлении, и к этому все вот, вся я была готова. Но не сложилось, не было места, ну, я думаю, судьба. А вот потом уже, когда я втянулась и после Нью-Йорка, вот тогда мне очень хотелось в активе все это использовать, весь тот опыт, который я собрала в ООН, общаясь с интересными людьми, помимо всего прочего. Ведь и поспред наш при ООН тогда был Виталий Иванович Чуркин. Чуркин, да. А почему я об этом говорю? Потому что, во-первых, это человек, который работал в Штатах непосредственно пресс-секретарем. Тогда не было такой должности в 80-е, но он выполнял функции именно такого фронтмена, человека, который ходил в средства массовой информации, общался с журналистами. Потом, вернувшись из Штатов, он стал официальным представителем МИДа. И потом уже в дальнейшем, развивая свою карьеру, он всегда оставлял информационный компонент в качестве очень важной части работы. И работать с ним тогда было очень интересно, потому что он прекрасно понимал и отдавал отчет вот этой части дипломатической работы. И вот это все дало мне возможность и желание, и стремление вернуться и начать здесь работать. Поэтому комфортно, да. Я с вами согласна. Для многих комфортно. Но мне хотелось, увидев все, что я там увидела, применить это у нас. Вы термин потребили пресс-секретарь. Вы директор департамента информации и печати. Вас называют часто для простоты пресс-секретарем. Это обидно? Нет. Это абсолютно нормально. Моя должность предполагает два обозначения. Это директор департамента информации и печати. Это то, что записано в документах, в трудовой книжке. Директор департамента. Но также по функциональным обязанностям я являюсь официальным представителем Министерства иностранных дел. Это тоже является официальным названием. Но в большей степени по функциям, которые я выполняю. В обычной лексике это пресс-секретарь. Это понятно и удобно. Я, будучи пресс-секретарем в Нью-Йорке, могу только к этому относиться с большим позитивом. Существует какой-то такой закрытый клуб просеков в высшей категории? Вы с Дмитрием Песковым, допустим, общаетесь? Я не могу сказать, что мы с ним дружим домами, но мы общаемся... Вы в караоке вместе поете? Нет. Я вообще в караоке пою, но одна. А что вы поете? Большое испытание для людей, когда люди, которые любят, но не умеют петь, с ними ходят вместе в караоке. Мы слышали, как вы поете. Я не пела ни разу в жизни, вы не могли это слышать. Да? Да. Поэтому я пою просто в очень... Мы видели, как вы танцуете. Вот это да, есть грех. Но песня эта очень моя, потому что меня Бог не дал. Мне очень нравится, как люди поют. Я если завидую кому-то... То есть Бог дал сочинять музыку? Музыку я тоже не сочиняю, приходят какие-то мелодии. Мелодии приходят, но сочиниться музыки это точно нельзя... Просто приходят мелодии. Да, назвать нельзя. Вот знаете, если в жизни я кому-то завидую, белой, черной, разноцветной завистью, вот зависть, как она есть, наверное, переходящая в мечту, потому что это несбыточная история, то это людям, которые могут петь, это... Меня это завораживает. Я... Я не представляю, как они это делают. Хорошо, а кто у вас любимый из поющих? Ну, кроме Наргиз, который спел ваши песни? Нет, у меня нет любимых мне может нравиться. Очень дипломатично. Очень дипломатично. Нет, не поэтому, абсолютно не поэтому, а потому что мне может нравиться песни, я могу в них влюбляться, абсолютно разных исполнителей, разных авторов. Могу слушать их. Какая песня влюблена? Что у вас в машинах служебной? Я побоюсь показаться... Не бойтесь. А вам что уже бояться? Что-то говорить в этом смысле странноватой. Ну, вот буквально до нашего интервью я неоднократно слушала песню Насте Каменских «Это моя ночь». Мне очень нравится, как она ее исполняет. По-настоящему нравится, что-то в этом такое есть, что меня просто зацепило очень сильно. Мы на финишную прямую выходим. Ну, по поводу клуба пресс-секретарей. Да. Такого официального нет. Есть совещания, проходят совещания пресс-секретарей регулярно. Да, это действительно так. Но есть еще и просто неформальное общение. Вот такое неформальное, я бы сказала... Не назову это клуб, просто неформальное общение. Но есть оно очень полезно. Потому что есть возможность быть постоянно на связи и по работе, и по каким-то... Вот не то, что связано с нашей работой как представителей ведомств, а то, что я называю профессией. Да, получить экспертное мнение, послушать какие-то истории из личного опыта, обсудить какие-то кейсы, которые происходят. И какую-то ситуацию, которая с нами не связана, но связана с миром пиара, информации и так далее. Это бесценно, и такое общение у нас есть. А вот вы являетесь креатурой непосредственно господина Лаврова, то есть он вас назначил, он вас может уволить. Или это какое-то должно быть коллегиальное решение? Нет, я креатура мамы и папы. Ну, в этом смысле, да. А что касается, конечно, назначения на должность директора департамента, неважно, информации или другого департамента, это решение принимается министром, и соответствующий приказ проходит, да. Ну, до этого на работу меня принимал, по-моему, тогда был Игорь Сергеевич Иванов, когда я только пришла из института, мне кажется, да, был Игорь Сергеевич. Я просто помню заявление, озадачившее не только меня, но и многих моих коллег, Владимира Владимировича Путина, своего пресс-секретаря, что я не знаю, что он там несет, откуда он это берет. Оно меня озадачило, потому что, казалось бы, если твой пресс-секретарь озвучивает какие-то вещи тебе непонятные, ну, ты же можешь его как-то... Вы знаете, я хочу вам сказать такую вещь, что невозможно в каждое заявление, каждый ответ, каждую фразу согласовать с руководством. Вот на сегодняшний момент, возможно, так можно было раньше, возможно, так можно было еще, там, 20 лет назад. Сегодня нельзя, потому что информационный поток постоянно бежит вперед, и, ну, невозможно каждый раз снимать руку и говорить, а как мне ответить, так или так. Есть какие-то ключевые вещи, принципиальные вещи, важнейшие вещи, по которым принимается... Здесь важнее чуйка или знание контекста? По которым принимается коллегиальное решение. Что важнее? А есть те вещи, которые ты озвучиваешь с колес, и, конечно, они могут и не являться официальной позицией, но ты оговариваешься, что так как представляется, так кажется, или на сегодняшний момент, хотя информация требует подтверждения, но мы исходим из этого. Поэтому можно и, так сказать, вот в этом контексте постоянно меняющейся информации могут быть и вариации. По поводу чуйки или, как вы сказали, что важнее? Какие знания контекста какого-то инсайда? Знания номер один, не только инсайда, просто фактуры. Знания — это номер один. Это дальше каждый председатель для себя выстраивает свою систему переподтверждения, либо консультации у каждого. Но знания фактуры — это, безусловно, на первом месте стоящая вещь. Без этого никуда. Я услышал не все, что хотел, но мне было очень интересно. Огромное спасибо, Мария Владимировна. Спасибо. Добрый вечер. Здравствуйте. Первый вопрос про футбол. За кого болели? Я болела за наших, это очевидно. Почему это очевидно? Я могу вам сказать, что при опросе на вашем любимом медийном ресурсе выяснилось, что за сборную России болеют только 25%, а 50% болели. Это было во время матча с Испанией за Испанию, так что вовсе не очевидно. Вы имеете в виду россиян? Россиян, да. Я думаю, что слушатели «Эхо Москвы» в основном россияне. Я вряд ли думаю, что там испанцы. А, нет. Ну, во-первых, это не мой любимый ресурс. Это точно. Вы же там ведете блог больше нигде, кроме как на «Эхо Москвы». Я разделяю работу и любовь. Ха-ха-ха-ха. Это за чёрт, да. Одинной. Это, во-первых. Во-вторых, я не уверена, что опросы, которые устраивают «Эхо Москвы» показательны для всей страны. Они очень показательны для этого ресурса. В этом сомнений нет. Для среды, я бы сказал, людей с хорошими лицами. Вы знаете, я историю эту рассказывала, но я могу вам повторить, что я вообще-то не являюсь каким-то большим специалистом в футбол, по футболу. Я не могу сказать, что слежу регулярно за какими-то чемпионатами, матчами. Но с детства я не знаю, почему так повелось. И не могу сказать, что меня к этому кто-то приучал. Вот это действительно, насколько я себя помню, я всегда смотрела чемпионаты мира по футболу. Лето, дача, и даже несмотря на то, что многие из них проходили в других часовых поясах, ночью у телевизора, когда он еще, по-моему, был такой, чуть ли не черно-белый, но… Это вряд ли вы. На даче был черно-белый. Нет, на даче был черно-белый. Просили настроить антенну, приходили со всей округи, и взрослые, и дети, и это было действительно событие. Поэтому я всегда болею за нашу сборную, но при этом я даю дань вот той самой прекрасной игре и особой атмосфере, которая появляется на чемпионатах мира по футболу. Здесь, понимаете, я со многими разговаривала и с специалистами, и с болельщиками, и все говорят о том, что атмосферы чемпионата мира по футболу повторить невозможно нигде. Потому что это азарт игры, который разворачивается у тебя на глазах. Страсти, болельщики, прогнозы, разочарования, победы и так далее. И я думаю, что то, что происходило в России с чемпионатом мира, это еще одно подтверждение вот этой вот непредсказуемости, какой-то нереальной заряженности в атмосфере и страсти, и в то же время, не знаю, каких-то лучших проявлений. Ну вот в футболе вы, может быть, не разбираетесь, но вы просто обязаны разбираться в конспирологии. Во-первых, как китаист, во-вторых, как дипломат. Как вам такая версия, что российская сборная осознанно проиграла хорватам для того, чтобы потом не проиграть британцам? Я, прежде чем, наверное, отвечать на этот вопрос, я хочу сказать, что для меня, лично для меня, важнейшим достижением было даже не то, что сборная прошла до 1-4. Хотя это аплодисменты, это наши молитвы, это все вместе. Для меня важнейшим достижением стало то, что первое мы увидели от сборной вот эту борьбу до самого-самого-самого конца, когда вот до последнего свистка или флажка арбитра они проявляют настоящие бойцовские качества. Собственно говоря, именно этого от них все и ждали. Все прекрасно понимали, что, наверное, за такой достаточно короткий промежуток времени с точки зрения развития футбола, возможно, покорить космос, Вселенную, но все ждали этого желания, этой нацельности на победу и какого-то кайфа от игры. Вот это они подарили и нам, и, мне кажется, себе. Это во-первых. А во-вторых, для меня просто колоссальной радостью было то, как встречают наши болельщики, все мы, и я в том числе говорю о себе, и успехи нашей сборной, и поражения. Вот вы понимаете, когда все вышли на улицу после победы над Испанией, и это была настоящая радость. И когда после проигрыша хорватам все перезванивались и выходили на улицу и говорили о том, что да, вот если суждено было проиграть, то проигрыш должен быть именно таким. Когда до последнего конца, до последнего момента борьба, когда ты видишь по лицам игроков сборной, что они переживают так же, как мы, больше переживают. И вот это единение команды и болельщиков, вот для меня это главное, что я вынесла, и главное, что я, наверное, получила от чемпионата мира по футболу. Лично я. Вы Никольскую упомянули. Видите, у меня немецкие СМИ первый день, когда было открытие чемпионата мира, и когда наша команда выиграла у Саудовской Аравии, мы сидели в спорт-баре в компании моих друзей, и там оказались немецкие СМИ. Это было случайно, никто ничего не подгадывал, никакой конспирологии нет. Но потом они ко мне подошли, немецкие журналисты, сказали, ну мы не можем вам не задать вопрос, коль вы здесь тоже находитесь. Вот вы так критиковали, ну имеется в виду россияне, так критиковали вашу сборную до, не слишком ли это жестко? Я им честно сказала, что вы знаете, так по мере игры, так сказать, происходит эта критика, это же не какие-то вещи, связанные с необъективностью. Как они играют, так, собственно говоря, их и оценивают. И вот сейчас произошло то самое, что все хотели, о чем все мечтали. Когда игра была до самого последнего момента, и когда эмоции у игроков были живыми, и радость, и разочарование, и горечь, и обиды, и потрясения, и вера в собственные силы. Это все. А что касается того, что специально проиграли, мне кажется, что по лицам игроков сборной было понятно, что для них это... Для них... Ну вот я увидела это в их глазах, то, что победа была так близка, и что она практически была в руках. Все надеялись, да. И все надеялись. И им было обидно, и обидно за себя, и обидно, что они подвели вот это ощущение. Ну как же так? Но я всем говорю, что вы знаете, слово обидно и слово позор, это две разные вещи. Вот когда обидно, что проиграли, это очень круто. Вот было обидно, потому что действительно мы видели, что играли, и вот это было рядом. А вот то, что было раньше, вот этого не хочется повторять. Вы упомянули Никольскую. Наши девушки, наши женщины очень ждали приезда болельщиков, и открыто говорили, что все-таки латины, европейцы гораздо круче, чем вот наши. Как вы считаете, действительно, русские мужчины уступают европейцам именно как мужчины по эротической составляющей? Я точно в этом не эксперт. Я вот могу сказать, вступают ли наши мужчины политически? Да. Вы как считаете? Эротически не могу сказать. Вот удивительно про нацию, потому что фактически, да, вот мы и там киевляне, ну мы всегда думали, что мы одна нация, да, мы на одном языке разговариваем. То же самое с сербами и хорватами. Вот после матча с Россией хорватский футболист записал видеообращение, он сказал, «Слава Украине!» и «Белград гори!» Я вот не могу себе представить сербского футболиста, который вот в каком-то угаре сказал бы, «Загреб гори!» Или я ошибаюсь? Вы знаете, мы обычно реагируем на такие вещи, публикуем заявления МИДа и так далее. Мы не стали этого делать, в том числе потому, что здесь было не столько политики, сколько откровенной человеческой глупости. Вот мне кажется, о ней тоже не надо забывать. Нужно понимать, что есть политики, есть люди, которые на этом выстраивают политические карьеры, которые портят отношения между странами, а есть просто глупцы. Вот просто глупый, неумный человек, который сделал такое заявление. Возможно, мотивировался какими-то, со своей точки зрения, высокими идеалами. Не могу сказать, я читала его извинения, он принес эти извинения, и многие в Хорватии не просто его осудили, а я так понимаю, что извинение было принесено после колоссальной волны внутри Хорватии, которая поднялась. Поэтому не надо сбрасывать со счетом, что бывают просто неумные люди. И то, что иногда мы делаем выводы такого масштабного космического, они объясняются очень просто на самом деле. И не нужно искать здесь, опять же, теорию заговора. Есть такое просто понятие, как неумный человек, конечно, который подвержен и такой, знаете, политическим волнам и пропаганде, и всему этому. Хорошо, ну вот вы, как дипломат, скажите, вот мы журналисты, мы должны тиражировать это, не знаю, в соцсетях публикации, или вот такие вещи лучше игнорировать? Нет, это нельзя игнорировать, эти вещи. В том числе, потому что и извинения, которые он принес, они были принесены, потому что поднялась огромная волна не столько сверху, а везде. Люди не должны оставаться равнодушными к тому, что их задевает. Это было оскорбительно. Просто я говорила о мотивации, я говорила о том, что это просто был глупый, глупый жест. И зачем это делать, совершенно непонятно, потому что как раз западный мир обвинял Россию до чемпионата мира в некой политизации спорта. В результате, Россия открыла свою душу, показала, как по-настоящему она относится к иностранцам, к спорту, к болельщикам, к игре, к футболу. А с их стороны, мы видим какую-то неумную политизацию, там, где ее вообще быть-то не должно. Это и какие-то странные твиты НАТО, и странные твиты каких-то активистов, которые увязывали спорт и политику бесконечно. Но я тоже считаю, что заявление НАТО относительно того, что остались четыре команды, которые прошли через четвертьфинал, это все странные НАТО, это очень странная какая-то увязка. Причем тут это? Ну уж явно, наверное, не политика определяет ход игры, когда футболисты выкладываются на полную, не думая, что они думают о том, в альянсе они сейчас или не в альянсе, когда играют. Но это просто, опять же, такие неумные, глупые вещи. Другое дело, что мне кажется, нужно действительно понимать, что на сегодняшний момент люди вовлечены очень сильно в пропаганду, в фейк-новости, в какой-то постоянный водоворот смешанных фейков, политики, пропагандистских каких-то посылов. И это очень плохо на это все влияет. Я имею в виду и на спорт в частности, и вообще на межличностные отношения. Это точно. А вы считаете, Россия проигрывает информационную войну в целом? Я думаю, что если бы это было так, это не вызывало бы такой агрессии со стороны Запада. То есть не было бы все новых и новых провокаций, и не укреплялись бы настолько натовские ряды, не создавались бы новые подразделения по борьбе с российской, как они называют, информационной агрессией. Они просто не ожидали, что мы сможем, наверное, отвечать, и отвечать так, чтобы они слышали и понимали. Вот вы привели, пожалуйста, пример с странным, глупым заявлением игрока хорватской сборной. Я думаю, что еще, наверное, пару лет назад люди бы, возможно, и не стали реагировать таким образом, как они отреагировали. Это тоже та часть, ну, наверное, какой-то информационной составляющей, в которой и люди сами должны проявлять активность. Это не только государство, которое должно все время выходить и говорить, озвучивать свою позицию. Но это и люди, которые понимают, что они являются теми же самыми, как модно сейчас говорить, актерами, да, участниками информационной дискуссии. И от их конкретного слова много что зависит. Вы знаете, вот про агрессивность высказываний и вообще про агрессивность мне Лев Гудков, глава Оливадо-центра, сказал, что мы вообще, в принципе, русские, русскоговорящие, думающие на русском, очень-очень агрессивные. Это как-то наша агрессивность, она как-то сказывается на, допустим, внешней политике? Я не вижу нашей агрессии. Я тоже не вижу, но он же социолог, он это видит, как ученый. Не умоляю достоинств социологии, хочется говорить с фактами на руках, на чем это основано. Давайте посмотрим, действительно, на факты. Давайте посмотрим на нашу историю. Когда-нибудь Россия в различных своих политических модификациях, будь то Российская империя, будь то Советский союз, будь то Российская федерация, была той самой стороной или тем самым народом, который развязывал бы мировые войны. или который был бы повинен в каких-то бесчеловечных преступлениях. Никогда такого не было. Это исторический факт. Вот так и было. И вот тот самый 20-й год... Как-то плоховато с пиаром. Вы знаете, американцы просто бросили первые атомные бомбы на мирные города, где не было ни гарнизона, ни какого-то Хиросима и Нагасаки. А если вы сейчас соцопрос какой-то в Японии проведете по поводу того, кто ближе, не географически, а политически и духовно, если хотите, Америка или Россия, то там, во всем случае, молодежь точно скажет, что США. Это вопрос об информационной войне. Вы знаете, помните такого детского героя детских сказок нашего детства Шипокляк? Помните его девиз? Да, помню, конечно. Кто людям помогает, тот тратит время зря, «Хорошими делами прославиться нельзя». Это такой, знаете, посыл, вот если брать какое-то там, да, такое вселенское зло, то это очень такой сладкий, очень манкий позыв или слоган, говоря сегодняшним языком. «Хорошие новости плохо продаются, хорошими делами нельзя прославиться». Это же правда. Так, возможно, и не надо прославляться таким образом. Возможно, нужно эти вещи все-таки разделять и не бежать и не вкладывать какие-то огромные средства в пиар плохого, понимая, чем это все закончится. Возьмите Ирак. Что на сегодняшний день мы видим? Огромные средства были вложены в пиар этой компании, в раскрутку международной необходимости вторжения в Ирак. Что мы видим? И с точки зрения того самого пиара, о котором вы говорите, или имиджа, компания провалилась, только мало того, она начала бить по ее же создателям. А с точки зрения международного, как предыдует ландшафт, международных отношений, это просто катастрофа. Это ИГИЛ, как итог, бездумные, странные, такой абсолютно черные политики, геополитики. Вы считаете, что это неосознанная была манипуляция людей из спецслужбы для того, чтобы создать близко к нашим границам вот такую... А, в этом смысле? Да. Безусловно, теорию управляемого хаоса никто не отменял, но на тот момент помыслы людей, которые стояли, которые были фронтменами, которые делали заявление по необходимости вторжения в Ирак, начало иракской кампании, я думаю, были вполне благородны. Тот же Колин Пауэлл, это человек... Ну, я помню ваш пример с пробиркой, что никто не подошел к нему и не попросил эту пробирку у него в этот момент. Да, но вы знаете, но ведь это же так и есть, этот человек, который действительно, ну, несложно заподозрить его в том, что он хотел бы обмануть... То есть вы считаете, что он считал, что у него в пробирке нечто, сам Колин Пауэлл, вот это важный вопрос, или нет? Или он знал, что там водопроводная вода? Это тот вопрос, который я себе задаю по одной простой причине, потому что когда человек берет в руки некую пробирку с неким веществом, я думаю, просто в бытовом плане он задает и себе, и тем, кто дает эту пробирку, обычный вопрос, а что там внутри? А что мне потом с этим делать? А нужно ли мне просто помыть руки, одеть перчатки, пройти какую-то потом дезинфекцию? А что будет, если я ее случайно уроню? А что будет, если меня толкнут, или толкнут человека, который даст мне эту пробирку, или когда я буду ее отдавать, случайно просыплю или пролью ее содержимое? Вот эти банальные вещи, которые задает себе любой человек, тем более глава внешнеполитической службы крупнейшей страны, по многим направлениям крупнейшей, который приходит никуда-нибудь с этой безопасностью он. Я думаю, что он задавал эти вопросы. Возможно, я не знаю, я предполагаю, это такое просто бытовое предположение. Я думаю, что, наверное, ему сказали, что это образец, или он достаточно безопасен, но речь идет о том, что нужно обязательно наглядно продемонстрировать, о чем идет речь. Я думаю, что мог бы быть и такой разговор, но мне кажется, нужно просто, это было бы здорово, если бы журналисты провели это расследование, спросили у него, выяснили, и возможно, есть где-то даже ссылки на каких-то его записях, воспоминаниях или мемуарах, надо поискать. Но это то, что я лично сама себе задаю, как же этот человек не задал банальных вопросов тем, кто ему эту всю операцию предлагал. То, что эта операция информационная была намеренной, это точно. Но мы это знаем теперь, потому что извинялись все, все это называли это ошибкой, дезинформацией, говорили о том, что спецслужбы ввели в заблуждение политиков и так далее, и так далее. вот такой пиар нужен? Это тоже вопрос, который я часто задаю коллегам, мы обсуждаем в экспертном сообществе. Такой нужен пиар? Я думаю, что это антипример, потому что ведь есть еще и история, а есть еще и результаты от этого пиара. История, знаете, Мария, переписывается, причем иногда прямо на наших глазах. Да, Вторая мировая война, пример абсолютный в этом смысле. И мы видим, как это происходит, и снос памятников это как раз то самое переписывание истории. Потому что, что такое памятник? Это визуализация истории. Это самая, ну, одна из таких, наверное, простейших для восприятия информации о неком историческом событии. Через визуальное восприятие. Идет мама с ребенком, ребенок спрашивает. Идет человек, он привыкает к определенной мысли, он воспринимает тот самый образ, который практически ежедневно стоит перед его глазами. Вот так было у меня. Дорога из Москвы на дачу, на бабушкину дачу, это была дорога по Ленинградскому шоссе. И справа, и слева это памятники. Это памятники, которые я видела с детства, и поэтому все рассказы о войне, все уроки о войне, истории и так далее, для меня это было дополнено визуальной картинкой живой истории по бокам. Причем это были... это очень хороший такой мосток ко второй части, потому что во второй части мы будем чуть меньше говорить про МИД, больше поговорим про вас. МИД